Всем привет! Здравствуйте! С вами Лера. Добро пожаловать на канал. И сегодня у нас с вами проверка тетради по математике. Кому нравится контент такого формата, то не забывайте подписываться, оставлять комментарий, прожимать лайк, обратная связь. Это очень-очень важно. Но также не забывайте подписываться на телеграм-канал по ссылочке в описании. Сегодня мы с вами посмотрим небольшую самостоятельную, такую, да, чему научились, что узнали. Начнем с номера 2. Здесь нам нужно было закончить решение. Видите, у нас с вами есть 35, умноженное на 20, равно 35. И мы здесь второй множитель раскладываем. 20 – это 2, умноженное на 10. Мы всегда с вами помним, что 2 на 10, вернее, что 10 на что угодно очень легко умножать. Вообще круглые числа очень легко умножать. Да, поэтому вот до сих пор было написано в учебнике. Вот до сих пор. То есть 2 умножить на 10. Дальше. Ну, первый пример мы, конечно, решили самостоятельно для того, чтобы, да, детки понимали, все-таки не до всех сразу доходит. Вот. Кому-то нужно больше времени для усвоения. То есть дальше уже они самостоятельно. Вот это вот в учебнике сразу понимаем, да. Мы смотрим, 2 умножить на 10 равно… У нас с тобой есть 35. Вот оно, 35. Мы с тобой 35 умножаем на 2. 35 умножить на 2, соответственно, будет 70. Правильно? Потому что 30 плюс 30 будет 60, да еще 10 – 70. Получится 70. И 70 уже умножить на 10 получится 700. Правильно? Правильно. Затем у нас есть пример. 25 умножить на 24 равно 25 умножить на 4, умножить на 4, умножить на 6. Ну, произведение, да, умножить на произведение, грубо говоря. Что хочется сказать еще перед вторым заданием устно. Первое задание, там вот как раз-таки нужно объяснить прием вычисления. Там то же самое, то есть мы еще и вот это вот с ними повторили. Вот это, если что, вдруг я забыла об этом сказать. Да, по-любому забыла, конечно. Итак, значит, 25 умножить на 4, умножить равно… Опять, 25 умножить на 4 и умножить на 6. Здесь мы с тобой 24 разложили на 4 и 6. Потому что 6 на 4 – 24. Легче нам, наверное, 25 умножить на 1 из этих чисел, чем 25 сразу умножить на 24. Поэтому мы с тобой 25 умножаем на 4, а потом все это умножаем на 6. 25 на 4 мы с тобой получим 100. И 100 умножить на 6 получится 600. Правильно все решено? Конечно, правильно. Так, здесь у нас под цифра 16 умножить на 30 равно… 16, вот это только вот так, остальное уже сами, вот это только так. 16 умножить на 3 умножить на 10 равно 16 умножить на 3 умножить на 10. И получится 480. Правильно? Правильно. 42 умножить на 20. 42 умножить на 2 умножить на 10. Вот видите, мы здесь 30 раскладываем на 3 и 10. Ну, нам 2 множителя, если можно так сказать. А здесь мы, как в первом случае, 20 раскладываем, то есть 2 умножить на 10. 2 умножить на 10 равно 42 умножить на 2, потому что 42 легче умножить на какое-то, да, 42 плюс 42, 42 на 2. И умножить на 10. Получится 840. Правильно? Правильно. Совершенно верно. Затем 12 умножить на 40. Да? Да. 12 умножить на 40. Я просмотрю, что нечетные числа какие-то. Угу. 12 умножить на 40. Да, все правильно, Господи Иисус. 12 умножить на 40. Вот 12 умножить на 4 и 10. Да? Угу. Равно 12 умножить на 4 да умножить на 10. Получится 480. Кстати, недавно в комментариях мне писали, а вы выбираете тетрадочки, которые смотреть? Да. Еще раз повторяю, я просматриваю все тетрадочки и подготавливаю для вас самое интересное, как на мой взгляд. Потому что, ну, проверки бывают разные. Раньше я как-то рандомно выбирала, а потом подумала, да, смысл выбирать рандомно, если можно что-нибудь такое смоковое найти. Да, если можно покопаться, и всегда из 25 тетрадей можно что-то найти такое, чтобы вот интереснее было посмотреть, нежели чем просто проверку. Поэтому, да, и еще одно, один факт, которым я руководствуюсь, это чтобы работа начиналась с новой странички. Вот, даже если работа будет какая-то там супер-пупер, если она будет начинаться со второй странички, я, наверное, вряд ли ее возьму, потому что мне нужно, чтобы кадр, он удачно ложился. Поэтому, если у кого-то были какие-то вопросы, там, почему у вас в каждой тетрадке двойка, контрольные только на двойке пишите, у вас тут дети не учатся, они плохо пишут, там, и так далее. Ну, потому что я показываю вам только самый смак, только самое интересное, самое такое незаурядное. Понимаете, что будоражит ваши умы комментаторские. В общем, здесь все правильно, у нас здесь все хорошо. Затем посмотрим номер 3. В номере 3 нам нужно сравнить выражение и поставить знак «больше», «меньше» или «равно», чтобы, соответственно, получились равные записи. Итак, давайте с тобой посмотрим. У нас с тобой есть 2 числа. Вот я всегда детям говорю, представь, что у тебя есть 2 чаши весов. На одной чаше, вот ладошками еще можно это показать, на одной чаше весов у нас 18, умноженное на 40, где получилось 720. Да? Здесь этого нет, но я детям говорила, чтобы это записывали, чтобы я понимала, как ты делал то или иное. А с этой стороны, на другой чаше весов у нас с тобой есть 18, умноженное на 4 и умноженное на 10. Ну, естественно, 18 на 4 – 72. Ой, подавилась, господи! 72 умножить на 10 – получится 720. Правильно? Правильно! 720 равно 720. Все, теперь я вижу, что это решено верно. Дальше, 72, опять, да, на одной чаше весов у нас 72, умноженное на 14, где у нас с тобой получится 1008, да? А на другой чаше весов у нас с тобой 72, умноженное на 10 и умноженное на 4, где у нас с тобой получится 2888. Смотрим, здесь уже знака равно быть не может, понимаем? Потому что 1008 у нас с тобой меньше, чем 2880. То есть мы ставим знак меньше, мы всегда ориентируемся с тобой по правой стороне. Вот если справа будет больше, значит, мы ставим знак больше. Если у нас с тобой справа меньше, значит, мы ставим знак меньше. Очень многие детки до сих пор, да и не только детки, путаются в постановке знака. Поэтому напишите в комментариях, как у вас с этими знаками. Сразу вы их распознаете или вам надо подумать некоторое количество времени? Итак, 36, опять, да, у нас с тобой 36, умноженное на 5 и умноженное на 10. Ну, легче 36 умножить, вернее, как, да? 36 умножить на 5, ну, как бы логично, да? 36 умножить на 5 получится там 180. И 180 еще умножить на 10, получится 1 800. Господи, 1 800. И затем мы 36 умножаем на 15, у нас с тобой получается 540. А теперь смотрим, почему здесь стоит знак равно, здесь знака равно быть не должно, потому что 1 800 у нас с тобой больше, чем 540. Помним, мы ориентируемся по правой стороне, поэтому здесь стоит знак больше, да? Затем, следующий пример, у нас с тобой 98 умножить на... Не совсем понимаю, это 21, да? Да, на 21 получается 2058. И затем у нас есть другая чаша весов. 98 умножить на 3, да умножить на 7. Получится 2058. То есть на правой чаше весов 2058, на левой чаше весов 2058. Здесь должен стоять знак равно, потому что это одинаковые числа. Ну, давай смотреть. Одна ошибка, вторая ошибка, третья ошибка, да? А всё почему? Почему, да? Потому светофор зелёный. Вот оно так и бывает. А вы думали, что? Я думаете, зря прошу, чтобы всё записывали, всё подписывали. Легче же? Легче же, самим было бы легче, если бы они всё прорешивали, всё записывали, всё подписывали. А то, знаешь, вот абы как? Абы как? Накидал абы как? Вот что-то списал, что-то записал. Вот как оно получилось, так оно и получилось. Ай-яй-яй, так делать ни в коем случае нельзя. Задача двенадцатая. Два мальчика одновременно побежали навстречу друг другу по спортивной дорожке, длина которой была 100 метров. Они, значит, встретились через 10 секунд. Первый мальчик бежал со скоростью 4 метра в секунду. А вот с какой скоростью бежал второй мальчик, к сожалению, мы не знаем. Но буду рада узнать, как говорится. Здесь краткой записи нет, хотя я настаивала, я настаивала, я настаивала на краткой записи, но её, к сожалению, здесь не случилось. Об этом же, конечно, я напишу, только не хочется вас трясти, поэтому, может быть, может быть с вами, может быть без вас. Где краткая запись, да? 100. Ой, я их неудачно написала, ой-ой-ой, неудачно. Хочется сказать, что у этой задачи есть два способа решения. Первый способ, там, идёт у нас в три действия, а второй способ, если вы смотрите проверки по математике, то вы, в принципе, понимаете, да, что мы здесь нашли. Мы нашли скорость сближения. Кто помнит проверочные по математике, недавно выкладывала, там задачи прям аналогичные были. Вот прям аналогичные. Ничего сверхъестественного, ничего нового математика вам не даст. То есть мы 100 делим на 10. Получается 10, во-первых, метров в секунду, а во-вторых, что это? Скорость сближения. Ну вот Влада Николаевна немножко своей кривой рукой не туда ляпнула, надо было повыше или сюда вот ляпнуть, а она вот, конечно, в пустое место ляпнула. Вот, то есть скорость сближения. Где здесь? Пояснение не это, когда у нас есть несколько действий, там пояснение только в последнем не пишется, да? Затем мы с тобой из 10 вычитаем 4 и получаем 6 метров в секунду. Ответ. 6 метров в секунду. Скорость. Скорость. Второго. Можно. Можно. Скорость второго. Совершенно верно. Ну, здесь у нас небольшой недочет. Давай посмотрим 14 задание. Тут интересно. Здесь у нас с тобой есть отрезок 90 миллиметров. Нам нужно разделить его сначала на 3 равные части, а затем каждую из этих равных частей разделить еще на 2 равные части, да? И сказать, на сколько равных частей разделился весь отрезок, чему равна длина 1 шестой данного отрезка. Затем нам нужно сделать чертеж по задаче и, соответственно, решить ее. Помните, как во втором классе мы с вами учились считать по клеточкам? Пишите в комментариях, кто помнит. 1 сантиметр. Это 2 клеточки. 1. Вот оно, понимаешь? Вот оно уже. Ну, давай, ладно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Опа-па, опа-па. Вот оно. Вот оно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот оно. 90 миллиметров – это 9 сантиметров, да? То есть мы с тобой должны подписать, что это все 90 миллиметров обязательно. Затем мы без дальнейшего решения мы с тобой дальше размечать не сможем, поэтому давай сразу к решению. Ну, 90 сначала разделим на 3, получится по 30 миллиметров каждая первая часть. Ну, каждая часть из того, что нам нужно сделать. Ну, вот как это объяснить? Вот я помню, как-то я сформулировала, но сейчас я уже забыла. То есть, значит, 30 миллиметров каждая из трех равных частей. Вот. А затем нам каждую, ну, видишь, одна часть. Пожалуйста, пожалуйста. Только почему-то скобка в другую сторону как-то смотрит. Пожалуйста. Одна часть. Пожалуйста. А затем мы каждую… А давай посмотрим, кстати. Раз. Ну, что такое? Ну, что такое? 30 миллиметров от 3 сантиметра. 1, 2, 3. Вот оно. 1, 2, 3. Вот оно. 1, 2, 3. Вот оно. Понимаешь? Вот оно. Это не оно. Это не оно. Абсолютно нет. А затем мы 30 делим на 2. Потому что нам говорят, мол, ну, затем каждую вот из этих равных частей раздели еще на 2. У нас с тобой 30 миллиметров. Мы с тобой 30 миллиметров делим на 2. И получается у нас с тобой 15 миллиметров. 15 миллиметров – это про что? 15 миллиметров у нас с тобой что? Длина одной шестой части данного отрезка. Да? 15 миллиметров. Это полтора сантиметра, грубо говоря. Да? Вот оно. Вот оно. Вот оно. Но оно все смещено здесь. Вот оно полтора. Ну, да? Три клетки. Вот оно. Вот оно полтора. То есть, все чертеж абсолютно неверный. Решение правильное. Что хочется сказать? Что решение правильное. А вот чертеж абсолютно-абсолютно неверный. Ответ. 15 миллиметров длина чего? Чего? 15 миллиметров длина одной шестой части данного отрезка. Ну, ладно. Бог с ним. Бог с ним. Пишите в комментариях, какую оценочку поставили бы вы за данную работу. Не забывайте прожимать лайк, подписываться, оставлять комментарии. Какие там у вас оценочки сегодня по математике? Как вообще ваш день прошел? А мы с вами посмотрим. Одна, две, три. Ну, это тройка. Я думаю, что это справедливая. Прям тройка-тройка. Прям справедливая троечка-троечка. За внешний вид. Между прочим, хочется поставить четыре. Последнее время меня этот ребенок внешним видом своим радует. То есть, меньше грязи, более или менее. Да, возможно, вам может показаться, что все не настолько хорошо по внешнему виду. Но поверьте, поверьте мне. Да, а по решению, мне кажется, твердая тройка. Дальше посмотрим с вами на задачу. И вот, чего ради, как бы мы здесь все с вами собрались. Что хочется сказать. Что хочется отметить, так сказать. Вы сейчас по проверке последней тетради поймете, о чем я говорю. Всего, значит, задача у нас того пятнадцатая. Молочный завод отправил в магазин. Значит, пятьдесят шесть ящиков сливочного масла по двадцать килограмм в каждом. За день продали одну седьмую часть этого масла. Сколько килограммов масла осталось? Вот у нас краткая запись. Всего пятьдесят шесть ящиков по двадцать килограмм. Да? По двадцать килограмм. Продали одну седьмую часть. Осталось неизвестно, сколько килограмм. Итак, мы с тобой двадцать умножаем на пятьдесят шесть. Получается, один тысяча сто двадцать килограмм масла всего отправили. Сейчас буду чихать. Ой, целых два раза вы не услышали. Ой, боже. Новый анавок открыт. Бесшумное чихание. Значит, масло всего. Затем одна тысяча сто двадцать я делю на семь. У меня получается сто шестьдесят килограмм. Это продали. И затем одна тысяча сто двадцать минус сто шестьдесят. Получится девятьсот шестьдесят килограмм. Отсталось. Но факт в том, что мы... Я так не учу писать. Вы прекрасно знаете о том, что последнее действие не нуждается в пояснении, потому что оно идёт в ответ. И ответ мы пишем полностью. Да, мы полностью пишем ответ. Ни в одной задаче мы так не пишем. То есть девятьсот шестьдесят килограммов масла осталось. То есть мы понимаем. Да. Сейчас я тут постараюсь. О-ста-ло. О-ста-ло. Осталось. То есть вопросики сразу, да, возникают у нас. Возникают у нас вопросики некоторого характера. Я ставлю сме и объясняю почему. Переходим к проверке следующей тетради. Нам прям сегодня везёт, потому что совпало прям люто. И всё снова и это, и начинается. И как раз прям то, что нам нужно. Ну, сразу. Да? Давай посмотрим с тобой. 35 умножить на 20 равно 35 умножить на 2 умножить на 10. Получится 35 умножить на 2 умножить на 10. Получится 700. Правильно? Правильно. Затем 25 умножить на 24. Получится 25 умножить на, значит, 4 умножить на 6. Получится 25 умножить на 4. Получится 100. 600. Правильно. Затем 16 умножить на 30. Получится 16 умножить на произведение чисел 3 и 10. Равно 16 умножить на 3 и умножить на 10. Вот здесь получается 480. Хотя не должно получиться 480. Понимаем, что где-то в каких-то вопросах произошла ошибка. 16 умножить на 3 получится не 46, а 48. И вот 48 умножить на 10 получится 480. Вот оно, а здесь этого нет. 42 умножить на 2. Здесь получится 42 умножить 2 умножить на 10. Равно 42 умножить на 2. Опять, 42 умножить на 2 получится не 88, а 84. 840 должно получиться. 12 умножить на 40 получится 12 умножить 4 умножить на 10. Равно 12 умножить на 4 умножить на 10. 480. Ну, тут правильно, 480. То есть, у нас с вами уже сразу в первые две ошибки. Какая ручка светлая? Вам комфортно при такой нормальной или темной? Наоборот, какой-то контраст странный. 18 умножить на 40. 700. Вот как должно быть 720. 18 умножить на 4 умножить на 10. Вот. Равно. Вижу. Вот оно 72 умножить на 14. Это на 1008. Вот оно 2880. Вот. А чего такое? А знак-то? Посчитал правильно? А знак-то? 36 умножить на 5 умножить на 10. 1 800. Здесь 540. Знак больше. Здесь у нас с тобой 2058. Здесь тоже 2058. Здесь знак равно. Здесь все правильно. Посмотрите, какая маленькая. Какая маленькая, краткая запись. Не зря говорят, да? Краткость сестра таланта. Очень маленькая. Маленькая. Прямо я что-нибудь съезвлю. Прямо напишу что-нибудь. У меня нет лупы. Я потеряла очки. Как мне смотреть? Я не вижу. Нужно еще меньше. Я прям что-нибудь накалякаю. Так. Задача. Да? Ну, аналогично. Вот она, краткая запись. Вот оно. 10 разделить. Ой, 100 разделить на 10. Вот оно. 10 метров в секунду. Скорость сближения. 10 минус 4, 6. Вот. Только скобки здесь не нужны. Ответ. 6 метров в секунду. Скорость второго мальчика. Все замечательно. Прекрасно. Все прекрасно. За исключением отсутствия решения. За исключением отсутствия решения. А как ты нашел? А как ты нашел? Где? Ре-ше-ни-е. Как нашел-то? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну, я вижу, что начертил правильно. Я же вижу. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Все правильно. Вот тебе полтора. Вот тебе 15 миллиметров. Я же вижу, что правильно. А решения нет. Понимаешь? А где решение? А нет решения? В общем, пишите в комментариях, какую оценочку поставили бы вы. Потому что я вот где-то между четверкой с минусом, прям, ну, очень сильно натянутый. И где-то между тройкой. И у вас может возникнуть вопрос. А почему в прошлой работе за 1, 2, 3, значит, вот за 3 ошибки, задача была неправильная. И там вот это вот, и там 4. Ну, здесь у нас 3 ошибки. И нет решения задачи. Это, к сожалению, тоже тройка. Это тоже тройка. Это тоже тройка. Ну, кстати, за внешний вид мне тоже хочется поставить 4, даже с плюсом. Это тоже тройка. Пишите, какую оценочку поставили бы вы обязательно в комментариях. Также там, если у вас вдруг кнопочка еще не серая, а красная, можете это исправить. Ну, ребят, да, как бы есть мнение, ну, ничего не напоминает. Есть ощущение, что как будто бы, да, как будто бы что-то вот, мы понимаем, о чем я говорю. Всего 56 ящиков по 20 килограмм продали, одну седьмую часть, осталось сколько килограмм? Вот ты. Вот прям слово в слово. 20 умножить на 56 равно 1120 фигур масла всего. Да? Слово в слово. Одна тысяча 120 разделить на 7, получается 160 продали. Ладно, я могу это учить, ну, как бы, окей. Но когда мы вот здесь видим то же самое, как осталось, и здесь то же самое, как в килограмм, ну, то есть, а где дальше ответ? А где дальше ответ? То есть, хочется заметить, что это друзьяшки, либо созвонились, либо там кто-то у кого-то в гостях был, кто-то у кого-то списал. Может быть, без договорника как-то они вот решили с ГДЗ скатать. Но вот я всегда вам говорю, когда вы скатываете с ГДЗ, вы, пожалуйста, адаптируйте то, чему вас учат. Я понимаю, конечно, ситуации бывают разные, мне в комментариях пишут, а я всегда с ГДЗ списываю, а я всегда с ГДЗ списываю. Ну, вот, ребят, ну, хватило ума с ГДЗ списать, а адаптировать, как говорится, надо сообразить ещё, что такое. И не смущает вообще, что абсолютно идентично, абсолютно идентично, что здесь, что это. И уж не знаю, поэтому я их ставлю с ММ, потому что я вижу две одинаковые работы. Завтра мы будем выяснять, кто у кого, как говорится, при каких обстоятельствах, да, поэтому завтра нам предстоит... Какой завтра? В понедельник, в понедельник, в понедельник нам предстоит большой и интересный разговор. Предрекаю, никто ни в чём не сознается, будут смотреть на меня своими глазами, хлопать и говорить, что они больше так не будут. Кто не подписался, обязательно подписывайтесь, вот такая у нас сегодня проверка тетради была по математике. Я вас безумно люблю, оставляйте комментарии, ставьте лайки, в телеграмчик тоже вас жду, переходите по ссылке в описании. Увидимся совсем скоро, всем до новых встреч, пока-пока!